Впервые в Ленске была представлена уникальная коллекция орденов и медалей разных исторических эпох. Спасибо фестивалю «Духовные грани Алроса». Традиционно, накануне концерта, трудовые коллективы представляют своих мастеров, рукодельниц, людей талантливых и увлеченных. Один из них – Игорь Лучшев, работник Ленского ПТС, который 15 лет серьезно занимается фаллиристикой. Но показал коллекцию впервые, благодаря выставке. И не только из-за этого Игорь Викторович хорошо относится к подобным фестивалям и смотрам конкурсам. Для того, чтобы хотя бы народ знал, чем занимается Аллорус. Не только тем, что добывают алмазы, уголь и все остальное, но есть и коллектив, который в этом предприятии, как говорится, работают разноплановые. И они поют, и пляшут. Это хорошо, это здорово, это нужно. Полный зал зрителей подтвердил – это нужно. Своих пришли поддерживать целыми семьями и коллективами. В смотре-конкурсе участвовало более 150 самодеятельных артистов, представляющих 11 предприятий Аллоруса. 25 номеров разных жанров и направлений слились в единую театрализованную программу по заявленной тематике. Седьмой смотр-конкурс посвящен столетию Великой Октябрьской социалистической революции, 385-летию вхождения Якутии в состав российского государства, 60-летию «Треста Якута Алмаз» и 25-летию акционерной компании Аллоруса. Все даты нашли отражение в творческой программе. Ленский край промысловый славят за своими соболями. А вы, Ясакс, заплатили? Аккурально уходить платите. У меня и царский указ. Все, все! Эй, охотник! И мне плати дать! Все в пушкино-то играет! Ах, да! Все, все! Холодно! Ветер ледяной отжигает лицо! Как здесь люди живут! Клепцовый жуют! Семь-семь просеваем! Обел, пшеницу, течень, киритку! Угощайся караваев! Добрый человек! Пестрили красками и колоритом национальные костюмы. Удивляли танцы. Берегили душу песни, посвященные России и родной земле. Выступлением предшествовала трудная многочасовая работа. Каждую свободную минуту артисты посвящали репетициям. В итоге хор речного порта спелся в единый слаженный коллектив. Танцоры первой автобазы плясали на уровне профессионалов. А вокальная группа ЛПТС с попури революционных песен будто только сошла с баррикад. И так можно сказать о каждом выступлении. Архи сложная задача. Как можно поставить оценку тому или иному номеру, исполнителю, коллективу, хореографическому, вокальному и так далее. То есть, действительно, очень сложно. Единственное, что могу сказать на данный момент, вот у нас только закончилось выступление коллектива «Алмазда Транса», что уровень, наверное, все-таки творчества работников «Алмазда Транса», но вообще здесь на Ленской площадке и некоторые другие предприятия, я так понимаю, выступали коллективы. То есть, очень высок. Люди у вас занимаются творчеством от души. Так было всегда. Ленские трудовые коллективы никогда не оставали в стороне от культурной жизни. Чего только стоил фестиваль «Алмазские просторы», собиравший тысячи самодеятельных артистов и зрителей из всей Алмазной провинции. Традиции творческих мероприятий, они уходят своими корнями в самое начало деятельности нашего предприятия и вообще предприятий компании на Ленской площадке. И всегда, действительно, всегда «Алмазда Транса» был самым активным участником. Что пожелаем нашим коллективам? Ну, удачи, успехов и победы. Позади концертные волнения. Впереди ожидания результатов. Как оценит жюри выступления ленчан? Артисты и зрители надеются, что высоко. И тогда впереди новые переживания и подготовка к большому смотру конкурсов в мирном, где на сцене встретятся лучшие из лучших. Алла Авдеева, Руслан Кириллов, телеканал «Алмазный край». Продолжение следует...